Чем я вам могу помочь? Вы не болеете? Признаки ОРВИ? Можете сказать свой адрес, где вы проживаете? Какие продукты вам необходимы? Рабочий день волонтера Алены Илюхиной начинается с обзвона пенсионеров. За полгода пандемии девушка составила список из сотни пожилых людей, нуждающихся в помощи. В основном им требуются продукты питания. Выходить за которыми пенсионерам нежелательно, чтобы не рисковать здоровьем. Продуктовый набор Алена покупает в магазине на деньги заказчика и привозит по адресу. Довольно часто приходится ездить. Встречают нас все, дружелюбно. Каждый человек, я считаю, любую помощь встретит с теплотой, с открытыми дверями. Эльвира Ивановна Якимова своего волонтера каждый раз ждет с нетерпением. Помощь ей необходима, рассказывает пенсионерка. Так же, как и ее соседкам по подъезду. А с наступлением зимы, а значит и гололеда особенно. Я, конечно, очень приветствую вот такую вот помощь. И, конечно, без этого много стариков, конечно, которые очень нуждаются в этом. Но, в частности, вот моя одноклассница, подруга, она живет на Молодогвардейской, около площади Куйбышева. Еле ходит. Я уже ей про волонтеров говорила. Волонтерское движение – это, конечно, большое дело. И молодцы наши ребята. Акция также проходит. У нас во всех 37 муниципальных образованиях имеются штабы. Мы активно принимаем заявки от пожилых и одиноких граждан 65+, находящихся на самоизоляции. Стараемся им оказать максимальную помощь. Волонтер согласовывает время и дату доставки, когда это будет наиболее удобно, и приносит уже непосредственно до двери. Обратиться в региональный волонтерский штаб акции «Мы вместе» можно по телефону, который вы видите на экране с 9 утра до 6 часов вечера в рабочие дни. Или на федеральную горячую линию круглосуточно. Также работают горячие линии во всех городах и районах Самарской области. Здравствуйте. Это программа «Город С». Я Елена Чернявская. Ну а сегодня в программе представители Самарского дома молодежи. Чем живет сейчас наша самарская молодежь? Я поговорю сегодня с Дмитрием Кривовым, директором МБУ города Самара, Самарский дом молодежи, и с Анастасией Филатовой, начальником отдела информационно-аналитической, методической, консультационной работы Самарского дома молодежи. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Да, ну и что же, наверное, хочется начать с темы, которая у многих сейчас на устах. Вот как раз подведены итоги акции взаимопомощи «Мы вместе». Расскажите, пожалуйста, вот лично о своем участии в этой акции. Я знаю, что вас наградили тоже. Вы поскромничали. Награды сегодня не принесли, но тем не менее, расскажите, пожалуйста, вот что для вас значат эти награды, и эта оценка вашей деятельности. Ну, Самарский дом молодежи с самых первых дней акции принимает активное участие в помощи. И ребята сами вызвались помогать в роли волонтеров колл-центра. То есть, можно сказать, приняли такой первый удар, первый шквал звонков на себя. И в течение почти двух месяцев в две смены осуществляли прием звонков. Были еще, конечно, ребята-волонтеры, два человека. Но основной состав Самарского дома молодежи полностью закрыл фактически весь колл-центр. Потом прибавились уже, так скажем, помощники из других учреждений, волонтеры. Но первое было, конечно, тяжелое время. Вот Анастасия, она была одним из волонтеров колл-центра. И может, наверное, кратенько поделиться о том, какие впечатления, как давалась эта работа. Конечно, непременно. Анастасия, расскажите, вот если вспомнить, да, вот все-таки то время. Сейчас, конечно, вот как-то, согласитесь, немножечко проще об этом говорить. Но если вспомнить, да, весну, тем более, что ситуации столкнулись-то впервые, вообще в жизни. Вы молодая, красивая девушка. Ну вот как вы оказались в этой гуще событий? И какую функцию вы взяли на свои хрупкие плечи? Мы все понимаем, что когда только начали говорить о коронавирусной инфекции, о пандемии, у многих было непонимание, страх к этой ситуации. И в первую очередь все начали бояться за пожилых граждан, потому что в первую очередь это можно сильно ударить по их здоровью. И я, наверное, больше такими семейными чувствами руководствовалась, потому что у меня тоже есть пожилая бабушка, ее тоже хочется оградить от всего этого. К сожалению, она в другом городе, мы помогали ей другими способами. Но проецируя свою собственную ситуацию, на каждого человека, который нуждается в этом, как-то сердце велело принять участие в акции, мы вместе. Мы буквально с первых дней стали, так скажем, операторами колл-центра. Видели, как сначала недоверчивы, может быть, наши пожилые граждане обращались к нам, потому что как-то просто так помогут, бесплатно принесут для меня. Для них это, конечно, все в новинку. И потом уже известное сарафанное радио, и к нам все больше и больше заявок. И доходило до того, что сидит 10 операторов, и у нас 5 звонков параллельно, и мы просто не успеваем взять трубку, потому что потребность очень высокая. Да, мои коллеги, журналисты телеканала «Самара ГИС», программы «События» также ездили и снимали вот эти, но порой даже такие очень душесчипательные истории. Мы показывали работу вашу, показывали, как работают вообще волонтеры. Давайте сейчас вот ненамного прервемся и посмотрим один из таких сюжетов. В «Самаре» возобновлена работа телефона городской горячей линии по сбору заявок о необходимой помощи лицам пожилого возраста и инвалидам. После звонка заявка обрабатывается, уточняется перечень продуктов или медикаментов и передается в районный волонтерский штаб на исполнение. Срок – не более одного дня. Кроме продуктов и жизненно важных медикаментов, добровольцы помогут также оплатить коммунальные услуги. Эту работу волонтеры выполняют ежедневно. Я считаю, что мы должны вообще гордиться тем, что наш город один из первых включился в федеральную акцию «Мы вместе», поддержал эту инициативу. И с 1 апреля у нас действует горячая линия в администрации. Мы исполняем огромное количество заявок. В этот раз продуктовый набор волонтеры доставили пенсионеру Борису Львовичу Цаткину. Со дня на день ему исполнится 90 лет. Помимо того, что он заказывал, добровольцы привезли продукты и от себя. Большое спасибо вам за заботу. Вам спасибо. Полина Куклина волонтерством занимается уже 6 лет. К благотворительной акции «Мы вместе» девушка присоединилась с начала пандемии и до сих пор помогает тем, кому необходима адресная помощь. Говорит, в день у нее может быть до пяти выездов. Мне нравится оказывать помощь нуждающимся. Также сейчас в акции «Мы вместе» принимают участие пенсионеры, маломобильные группы населения, которые сами не могут выйти и сходить в магазин. С каждым волонтером проводится инструктаж. После выдают маски, перчатки и дезинфицирующие средства. Заявку о своем желании включиться в акцию можно оставить на сайте добро.ру в разделе «Акции. Взаимопомощи. Мы вместе». Расскажите, пожалуйста, чем сейчас живет Дом молодежи, какие проекты реализуются. Все-таки я понимаю конец года, но тем не менее работа все-таки, наверное, не стоит. Да, конечно. Работа не стояла вообще в течение года, так как Самарский Дом молодежи, громко, можно скажу, был признанным учреждением, без которого невозможно в рамках коронавирусной инфекции. И то есть мы постоянно были на работе, на своих рабочих местах. В какой-то период это была, конечно, дистанционная работа. Сотрудники выходили на работу, прям когда требовалось их присутствие. Но сейчас, конечно, тоже некоторые сотрудники работают дистанционно, но, впрочем, это не отменяет реализации тех проектов, которые были нами запланированы в 2019 году и которые в соответствии с нашим муниципальным заданием, потребностями мы выполняем. Но вот все-таки, если говорить о дистанционном формате, потому что многие, и учреждения культуры, театры, музеи и так далее, ну практически все перешли на онлайн-мероприятия. Вот если все-таки вспомнить и поговорить, какие яркие онлайн-мероприятия были вами реализованы, расскажите, пожалуйста, какие запомнились, по крайней мере. Мы старались разносторонне формировать нашу молодежь, поэтому в рамках онлайн-мероприятий у нас был даже танцевальный марафон. Мы специально нашли лучших хореографов, преподавателей в Самаре, чтобы они у себя дома в самый разгар пандемии показывали ребятам какие-то танцевальные связки, чтобы они могли за ними повторять, разогреться. То есть, когда все сидят дома, максимально привнесли, так скажем, активность возможную в этих условиях. Пользовались популярностью такие проекты, то есть онлайн-просмотры были? Да, у нас более 10 тысяч просмотров только на одном видео с этих вебинаров. То есть, эта потребность была успешно выявлена. Также мы не оставляли экологические проекты, мы также провели ряд, так скажем, диалоговых проектов с экологическими активистами нашего города. Пока было время, попросили ребят задуматься о том, как можно своими силами улучшить экологическую ситуацию. Это, наверное, наши два самых ярких онлайн-проекта. А также мы регулярно устраиваем какие-то клиенты. Какие-то интересные предложения были в рамках экологического проекта? Ну, просто очень интересно. Интересные с точки зрения волонтеров? Да, конечно. Мы регулярно старались их отвозить на разные субботники. Многие ребята инициируют сами, потому что они видят, что, например, в месте, где они гуляют, грязно. Они такие, давайте, ребята, соберемся, поможем. Они помогали инклюзивному клубу с благоустройством их территории. То есть, это тоже их инициатива. Они видят какие-то проблемы и стремятся их сами тоже реализовать своими маленькими силами. Своими маленькими силами, да, но порой складываются в одно очень-очень большое дело. Дмитрий, вот по итогам всероссийского конкурса «Доброволец России-2019» «Самарский дом молодежи» стал одним из лучших центров, молодежных центров страны, заняв третье место в номинации «Волонтерский центр». Вот скажите, пожалуйста, что для вас значит такая достаточно высокая оценка? Мне кажется, так уже давно это было. Такой длинный год, слава богу, он заканчивается. Надеюсь, что в следующем году все будет по-другому у нас. Да, третье место, оно налагает определенные обязанности на тебя, как минимум не сбавить в своем рейтинге, не сбавить в своих оборотах. И, соответственно, по результатам третьего места мы получили грант, который был направлен на развитие нашего городского волонтерского центра. Также по итогам деятельности 2019 года мы были признаны лучшими в рейтинге Приволжского федерального округа. Нет, наверное, немножечко обманываю. Самарской области. Хотелось бы, да. Ну, ваши слова, как говорится, чтобы сбылись. И также были выделены деньги на грант, но мы его уже, так как 20-й год – это год 75-летия Победы, и у нас было, соответственно, денежное средство направлено на патриотический проект, которым приняли также мероприятие волонтеры. То есть волонтерство, патриотизм – это очень близкие вещи. И имел он название, и до сих пор он у нас продолжается. В сети у нас есть его, так сказать, электронная версия, и называется он «Проект Сила Жить». Вот, кстати, Анастасия, она автор этого проекта и руководитель одновременно. Поэтому, я думаю, следующий вопрос однозначно. Анастасия, ну никак без вас. Вы прям такая центральная фигура в Саворском доме молодежи. Но вот предвосхитив этот вопрос, я хотела бы спросить вас вот о чем. Скажите, а каким образом обычная наша самарская молодежь может себя как-то проявить в каких-то проектах, которые вы проводите? Ну, то есть, проще говоря, прийти к вам и сказать, я вот активный молодой человек, я хочу принять участие вот в таком проекте, я хочу стать волонтером. Вот какую-то работу среди обычной самарской молодежи вы проводите в привлечении, в их активное участие, в социально-общественную, культурную жизнь, ну, как хотите? Конечно. У нас есть более тысячи активных волонтеров, которые в режиме онлайн, сразу как у нас появляется какая-то информация о мероприятиях в городе, о мероприятиях Самарского дома молодежи, получают от нас, скажем так, весточку, что они могут активно принять участие в этом мероприятии. Есть ли у них потребность, возможности, желания. Также Самарский дом молодежи активно развивает свои социальные сети и взаимодействует с другими учреждениями Самарской области на то, чтобы наши мероприятия размещались и в социальных сетях других учреждений. Таким образом, мы привлекаем все новых и новых ребят, которые могут узнать о возможностях. Если вы сейчас ищете какую-то потребность в том, чтобы помогать другим, в том, чтобы влиться в добровольческую деятельность, через нее получить какие-то навыки, там, в экологии, в патриотике, в культурном добровольчестве, вы можете обращаться к нам, наши социальные сети всегда открыты для вас, просто пишите в сообщении сообщества «Я хочу быть волонтером», и мы обязательно вам подскажем, как это можно сделать. Но ведь не только волонтерским движением ограничивается деятельность Самарского дома молодежи. Скажите, вообще, с какими актуальными проблемами на сегодня сталкивается молодежь, и самое главное, вот какую роль вы себе отвели для помощи адресной, конкретной какой-то помощи молодежи? Ну, вот если даже взять трудоустройство, помогаете ли вы нашей современной молодежи? Да, конечно, мы с трудоустройством помогаем, берем на практику, заключен договор, соглашение с центром Самарский, который вот как раз и является, да, профессиональным таким менеджером в сфере трудоустройства молодежи несовершеннолетней. Помимо этого, у нас есть направление психологическая и юридическая помощь молодежи, помимо того, что наши специалисты, психологи и юристы выезжают в учебные заведения, проводят какие-либо психологические тренинги, правовые консультации, есть еще и персональная помощь. То есть поступает, опять же, в соцсетях запрос на ту или иную ситуацию. И, соответственно, наши юристы бесплатно, если гражданин не достиг еще 30, а сейчас в сфере нового законодательства, которое, возможно, скоро будет принято, будет 35 лет молодежь, оказывают бесплатную помощь, юридическую и психологическую. Да, это вот действительно очень такая значимая помощь. Но вот сейчас, когда такая нестабильная психологическая обстановка, каким образом вы вовлекаете молодежь в свои проекты все-таки дистанционно, онлайн, либо уже начинаете вот так вот общаться, 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 можно ли к вам прийти? Я так думаю, что ваши двери всегда открыты, но вот, тем не менее, дистант какой-то все-таки существует? Кто ответил на этот вопрос? Конечно, да. Сейчас есть некие ограничительные меры, но, к счастью, определенное количество людей, там 10-15 человек в соответствии с нормами, мы сейчас имеем право принимать. И СДМ у нас никогда не пустует. Ребята приходят, ребята-волонтеры предлагают свои проекты, они становятся через некоторое время тим-лидерами, которые уже набирают свою команду, хотят развиваться там либо в экологическом, либо в социальном. Волонтерстве. Различные сферы волонтерства есть, и они уже предлагают свои проекты. Будь то ли убран берег Волги в районе там загородного парка, либо это социальное волонтерство под опеку какого-то ветерана берут и всегда с ним находятся. Ну, либо это культурное волонтерство с теми же самыми видео в ТикТок. Вот, да, хотел как раз, с годами какие-то такие трендовые мероприятия проводите, флэш-мобы, я там не знаю, снимаете ли интересное какое-то смешное, даже порой актуальное видео. Вот молодежь сейчас же ведь, ну что у греха таить, она ведь вся вот в интернете, в социальных сетях, в видео. У меня даже 8 лет ребенку, он с телефоном постоянно что-то снимает, что-то везде выкладывает. Вот как вы, молодежь, тоже активная? Ну, мы представили во всех социальных сетях, в ТикТоке, в том числе, стараемся вырываться в тренды. На самом деле, очень важно, чтобы сейчас картинка была не хуже, чем у каких-то коммерческих компаний. Я думаю, мы неплохо с этим справляемся. У нас потрясающие фотографы, видеографы, которые могут сделать конфетку из нашего мероприятия. Я хотела бы с вами поговорить еще о таком направлении движения, как добровольчество. Вот где оно сегодня более активно реализуется, и вот все-таки, если говорить об этом движении, насколько активная позиция Самарского дома молодежи вот в этом направлении? Ну, мы, хочу сказать, вынуждены быть, но нет. Это обстоятельство диктует, что добровольчество – это современный тренд, к которому стремится вся страна. И мы поняли, что в рамках 2020 года, в этой коронавирусной инфекции, что добровольцами могут быть не только школьники, где сформированы школьные отряды добровольчества, или студенты. Добровольцами стали многие жители нашей страны. И поэтому сказать, что в какой-то определенной сфере развивается добровольчество, оно в целом развивается. Есть, как мы уже говорили, экологическое, социальное, культурное волонтерство, медиаволонтерство, событийное волонтерство. Различные направления, в которых многие находят себя. То есть занятия по душе. И на досуге занимаются. Мы знаем, что многие волонтеры акции «Мы вместе», отработав рабочий день, едут и идут помогать нашим гражданам. Есть студенты, которые приходят и также идут помогать нашим гражданам. Кто-то занимается культурным просвещением, кто-то занимается патриотическим воспитанием молодежи с добрыми уроками. Волонтеры, в частности, сегодня выходят в некоторые учебные заведения Самары. Много направлений, много видов деятельности. Сейчас можно ли стать волонтером? Что для этого нужно сделать? Наверное, обратиться к вам в Самарский дом молодежи. Сейчас продолжается вот это волонтерское движение, несмотря на, конечно же, какой-то все-таки спад, но тем не менее тема-то продолжает оставаться актуальной. Да, конечно, волонтерство не останавливается ни на секунду. А сейчас нельзя проводить массовые мероприятия, которые многим любимы за счет какой-то статусности. Но если у вас действительно лежит к этому душа, то найти время, взять себя, своего друга, и вдвоем пойти отнести продукты для бабушки, съездить в приют, помочь животным, или, не знаю, убрать место вокруг себя всегда можно. И данная ситуация, и те ограничения, которые мы имеем, не мешают в этом. Поэтому настоящие добрые дела живут, и их не остановить. Поговорим еще немного о патриотическом воспитании. Вот вы, как руководитель Самарского дома молодежи, Дмитрий, какой смысл все-таки вкладываете, наверное, в это понятие? И должно ли внимание, хотя об этом очень много сейчас говорится, вы уделяете именно патриотическому воспитанию молодежи? Мое личное мнение, что патриотическое воспитание, это должно превалировать, в принципе, в нашей деятельности. Патриот — это гражданин, в первую очередь. И Самарский дом молодежи очень активно ведет работу в этом направлении. И даже в этот очень сложный год у нас один из проектов был направлен, собственно, на патриотическое воспитание молодежи. Мы его транслировали на городской округ Самара, но после окончания проекта поступили заявки, грубо говоря, из других городов области, чтобы этот проект можно было транслировать у них на территории. Это проект «Сила жить», к которому мы хотели вернуться, да, и Анастасия является его руководителем. И он направлен в рамках 75-летия Победы. Я думаю, Анастасия, наверное, лучше расскажет. Да, давайте, конечно, не будем. Расскажите, Анастасия. Близкими словами. В рамках проекта мы посетили 15 ветеранов не только Великой Отечественной войны, но у нас были ветераны Афганистана, участники войны в Чечне, причем первой кампании, с которыми мы просто побеседовали, как исходя из названий, о том, что именно их внутренней силой стало, чтобы пройти через эти нелегкие события, чтобы сохранить себя, чтобы пережить их и вернуться к нормальной жизни. Итогами проекта стали 10 документальных видеороликов, интервью, которые очень хорошо транслируют ситуацию, потому что мы все понимаем, что ветеранам все сложнее и сложнее действительно выходить к школьникам. И эти видео, на мой взгляд, очень хорошо отражают и их истинные эмоции. И когда мы знакомили с ними студентов, мы видели слезы на глазах, то, что сейчас информационные какие-то способы могут передать эмоции не хуже, чем реальный разговор. И помимо 10 документальных роликов, которые, собственно, может транслировать любая школа, любой колледж, мы свободно предоставляем все материалы для использования. У нас есть 15 выставочных баннеров, которые мы как раз возили в 11 учебных заведений. По нашим подсчетам, более 10 тысяч студентов могли ознакомиться с ними за период реализации проекта. Вот это, наверное, один из важных проектов, который был реализован в уходящем 2020 году. Дмитрий, но тем не менее, какие еще проекты в году уходящем стоит отметить? Хотя, конечно, сразу оговоримся, что год был непростой и, наверное, хотелось бы и моглось, наверное, сделать больше. Но вот случилось так, как случилось. О чем стоит вспомнить? Может быть, кому-то сказать спасибо? Сказать надо спасибо всем тем ребятам, которые помогали в нашей деятельности, в онлайн-деятельности, устраивали танцевальные марафоны, снимали для нас видео с волонтерских каких-то мероприятий, участвуют в наших мероприятиях. Сейчас вот мы год заканчиваем таким в некотором роде шоу-проектом. Мисс Сус тоже онлайн проходит. На удивление, вот, была некая боязнь, что сейчас такая сложная ситуация, год заканчивается, студенты там дистанционкой, мало будет участников. Нет, более 10 учебных заведений среднеспециальных подали заявки и 26, если я не ошибаюсь. Около 30 девочек-участниц, студенток приняли в нем участие. Сейчас уже отобрано 10 человек, которые между собой посоревнуются, кто же из них все-таки будет мисс Сус. Но все 10, конечно, получат свои замечательные призы и подарки. Потому что наша самарская молодежь очень активна, она привыкла жить в движении, в постоянном развитии, участии в многочисленных проектах одновременно. Поэтому и, да, принимают участие, поэтому вот дистанционный формат непривычен, вот, и пытаются за счет каких-то многих других проектов преодолеть. Ну что же, спасибо вам большое. Я хочу сказать вам большое спасибо. В этом году мы с вами несколько раз встречались в студии в этой, и вы всегда приходили с хорошими новостями, с позитивными проектами, и рассказывали о таких результатах, вот, ну, действительно, которые достойны похвалы. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу Город Эсс. Всего хорошего. До свидания.